SCP-1695. Цирковое устройство. Объект номер SCP-1695. Класс объекта «Безопасный». Особые условия содержания. SCP-1695-1 следует содержать в укреплённом хранилище типа 31А в восточном крыле зоны 18. Эксперименты над SCP-1619-1 следует проводить только в присутствии сотрудников, специализирующихся на объектах работы SO-192. Улики, найденные на месте обнаружения SCP-1695-1, следует хранить в западном крыле зоны 18. К их осмотру допускаются все сотрудники с уровнем допуска 2 и выше. Описание. SCP-1695-1 – это крупный механизм, выполненный из чёрного металлического сплава неустановленного состава. Уровень прочности материала аномально высок, по этой причине все попытки разобрать механизм не увенчались успехом. SCP-1695-1 имеет неровную форму. Основание механизма прямоугольное, размером 2х2.6 метра. Корпус выгибается вверх в форме полукруга и имеет высоту 1,5 метра в самой высокой точке. С обратной стороны механизма расположен пульт управления, оснащённый кнопками и тумблерами. На передней стороне находятся несколько плоских металлических пластин, установленных кругом. При включении механизма с пульта управления плоские пластины расходятся как лепестковая диафрагма. За ними находится замкнутое пространство, стенки которого выполнены из того же материала, что и сам механизм. На дальней от отверстия стенки внутреннего пространства есть несколько выступов неровной формы. Считается, что при открытии диафрагма на передней панели инструменты, с помощью которых SCP-1695-1 выполняет аномальные действия, втягиваются в недоступную область механизма. При помещении человека в SCP-1695-1 ногами вперёд, диафрагма автоматически смыкается на пояснице субъекта. Механизм не сдавливает субъекта сильнее, чем необходимо для ограничения его подвижности и удержания в механизме. Как правило, нанесённые пластинами порезы неглубокие оставляют лишь небольшие шрамы. После обездвиживания начинается преобразование субъекта в SCP-1695-2. Ниже приведён список стадий преобразования субъекта в порядке очерёдности. Приведены только видимые изменения верхней половины тела, так как неизвестно, какие трансформации претерпевает невидимая в процессе нижняя половина субъекта. Проксимальные фаланги пальцев втягиваются в ладони. За ними втягиваются средние и дистальные, как следствие субъект лишается пальцев. Ладони субъекта втягиваются в предплечье, затем руки схожим образом втягиваются в торс. Волосы, уши и нос втягиваются в лицо субъекта, после чего следует утрата всех рельефных черт лица. Исключением являются глаза субъекта, которые не меняются в размере и не утрачивают зрение. Субъект не теряет возможности издавать звуки, хотя речь значительно затруднена, ввиду отсутствия рта и мимических мышц, необходимых для артикуляции. Торс субъекта разбухает и удлиняется, на этой стадии исчезает рельефность мышц и костей. Форма тела становится более округлой. Шея втягивается в то место, где были плечи субъекта. На этой стадии субъект выглядит как цилиндр из плоти, в одном из оснований которого есть скругление с глазами. Субъект разрастается до тех пор, пока торс не достигнет примерно 1 метра в диаметре и 3 метров в длину. Металлические пластины диафрагмы постепенно расходятся, компенсируя разрастание субъектов шире. На верхней, в лежачем положении стороне тела субъекта появляются плоские кератиновые пластины. Кератины – нитевидные белки, из которых состоят волосы, ногти, когти и копыта. Они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и наклонены в перпендикулярные оси цилиндра плоскости. Кожу субъекта начинает выделять клейкое вещество аномального состава. Вещество схватывается за одну минуту контакта с любым живым или неживым объектом. Контакт невозможно разорвать до тех пор, пока не будет выделено вещество-растворитель. SCP-1695-1 воспроизводит звуковое сообщение. Смотрите расшифровку записи 1, после чего начинает проигрывать различные популярные цирковые мелодии. После того, как процесс завершится, тело SCP-1695-2 можно удлинять с помощью пульта управления SCP-1695-1. В ходе экспериментов не удалось установить предельную возможную длину SCP-1695-1. Также устройство позволяет направлять рост SCP-1695-2. Можно направить рост тела человека под любым углом, в том числе и наклонный вверх. При этом растущая вверх тела не нуждается в поддержке. Если на пути роста SCP-1695-2 находится твердая поверхность, SCP-1695-2 либо меняет траекторию, чтобы избежать столкновения, либо начинает расти параллельно этой поверхности. Скорость роста также поддается изменению, вплоть до максимальных 30 км в час. Рост продолжается до тех пор, пока оператор SCP-1695-1 не примет решение обратить процесс. При этом SCP-1695-1 втягивается в обратном порядке. По достижении первоначального размера SCP-1695-2 выделяет вещество-растворитель. При этом все приклеенные к нему предметы отпадают. Воспроизведение музыки прекращается и звучит еще одно звуковое сообщение. Смотрите расшифровку записи 2. При деактивации SCP-1695-1, SCP-1695-2 принимает изначальный гуманоидный облик, после чего устройство раскрывается, предоставляя субъекту свободу действий. У субъектов, прошедших превращение в SCP-1695-2, наблюдаются многочисленные рубцы на нижней части тела, а также психологические травмы различной степени тяжести. Расшифровка записей. Расшифровка записи номер 1. Доброго денька, почтенная публика. Это мясной червь-мяска. Прыгайте ему на спины и покатайтесь, как не катались никогда. Крепко прижмите спиной к ногтевым пластинам мяски. Это поможет избежать травм. Ради вашей безопасности мяско приклеит вас к себе своим потом, чтобы вы не вываливались. Не тревожитесь, мамочки, он не оставляет пятен. Крепко держите очки, головные уборы и другие свободно висящие предметы. Приятной вам поездки. Расшифровка записи 2. Спасибо за поездку на червячных горках Германа Фуллера. Заходите, в нет рта и нужно попить. Купите прохладительный напиток и выберите себе фигурку мясного червя. Все фигурки сделаны вручную. Тревожного вам денька. Приложение. SCP-1695-1 был обнаружен на ярмарочной площади С-7 в Соскочване 19 мая в ходе расследования сообщений о действиях СО-233, цирк всего тревожного Германа Фуллера в этих местах. На момент обнаружения большая часть ярмарочной площади была занята горящими или уже частично сгоревшими карнавальными постройками. Судя по всему, имел место поджог с целью уничтожения улик. На месте событий были обнаружены и задержаны двое. Лицо, представляющее интерес 1695-А, на этот момент превращенный в SCP-1695-2. И лицо, представляющее интерес 1695-Б. Пожилой русский мужчина, по его словам, изобретатель SCP-1695-1. Интервью с LPI-1695-А. Интервьюируемый LPI-1695-А. На момент обнаружения преобразованный в SCP-1695-2 личность не установлена. Интервью ведет агент Пол Тейк. Предисловие. Ниже приведен разговор между LPI-1695-2 и агентом Пол Тейком, состоявшийся сразу после того, как LPI-1695-А высвободился из SCP-1695-1. Речь LPI-1695-А записана не полностью, так как субъект говорил довольно тихим и хриплым голосом. Начало протокола. LPI-1695-А. Помогите, пожалуйста. Неразборчиво. На землю. Агент Пол Тейк. Ходить можете? LPI-1695-А. Не надо меня обратно. Не надо меня обратно. Агент Пол Тейк. Никуда мы вас обратно не будем. Сами встанете или помочь? LPI-1695-А. Не надо меня. Пауза. Передайте инспектору Манежа, что я прошу прощения. Умоляю, я не помню. Агент Пол Тейк. Что именно не помните? LPI-1695-А. Земля. Я не помню. Извините, пожалуйста. Не надо. Агент Пол Тейк. Эй, дай-ка я его на ноги подниму. Агент Фарболт подходит к ЛПИ-А и тот отшатывается. ЛПИ-А. Нет, пожалуйста. Я всё верну. Только отпустите меня. Не надо меня. Агент Фарболт. Ну что вы, что вы. Мы вам больно не сделаем. Давайте, ставьте на ногу. Ага, вот так. Агент Пол Тейк. По-моему, ему не хватает сил стоять. ЛПИ-А. Простите, не могу. Я не помню. Агент Пол Тейк. Сколько вас в этой штуке продержали? ЛПИ-А. Извините, я не помню. До... Неразборчиво. Мои вопли не долетели. Я-то думал, это обычный цирк. Конец протокола. После словия. ЛПИ-А потерял сознание вскоре после перемещения на территорию фонда. Более полный допрос провести не удалось, так как субъект вскоре скончался от остросердечной недостаточности. Допрос ЛПИ-1695-Б. Допрашиваемый. Лиют Козловский. ЛПИ-1695-Б. Создатель SCP-1695-1. Допрос ведет. Доктор Ханса. Предисловие. Допрос проводился 20 мая на следующий день после задержания ЛПИ-1695-Б. Начало протокола. Доктор Ханса. Вчера во время задержания вы говорили, что создали SCP-1695-1. Готовы ли вы подтвердить это? ЛПИ-Б. Моих рок-делы, венец моего творения. Доктор Ханса. Что натолкнуло вас на идею создания этой машины? ЛПИ-Б. Цирку нужен был новый аттракцион. Увлекательный, интересный для ребятни. Но русские горки очень трудно возить. Размеры у них невероятные. Вот я и сказал человеку вверх тормашками. Я сделаю такой аттракцион, чтобы можно было возить куда угодно. Весит всё равно много, но перевозить можно. Доктор Ханса. Но Вестване вывод с собой не взяли. ЛПИ-Б. У человека вверх тормашками вечно шило в одном месте. Постоянно он давай-давай, быстрей-быстрей. Это фонд, это фонд. Фи. Он сказал, грузить машину некогда, так что надо отправить пару человек, чтобы привести её в негодность. Я пошёл их остановить и остался. А цирк уехал. Доктор Ханса. Под словом цирк вы имеете ввиду цирк всего тревожного или мясной цирк? Насколько я понимаю. Вы связаны с этой и с другой организацией. ЛПИ-Б. Цирк Германа Фуллера это цирк. Мясной цирк не настоящий цирк. Доктор Ханса. Не настоящий цирк. ЛПИ-Б. Есть в Москве такие люди, которые взяли себе название мясной цирк. Я с ними работал. Мы были учёными, изобретателями, создавали прекрасные творения, занимались искусством. Доктор Ханса. По сведениям моих коллег, мясной цирк занимается аномальным изменением физиологии человека. Это вы считаете своим искусством? ЛПИ-Б. Скульптор творит из камня. Художник творит из красок. Учёный творит из плоти. Иногда мы продавали свои творения, иногда отпускали. Но это было давно, уже много лет прошло. Ко мне пришёл человек вверх тормашками и предложил место в цирке Германа Фуллера. В цирке со слонами и клоунами. В настоящем цирке. Я не бросил искусство. Но у меня появился спонсор, покровитель, который выставлял мои труды на обозрение. Доктор Ханса. Объясните, пожалуйста, принцип работы SCP-1695-1. ЛПИ-Б. Нет. Доктор Ханса. Господин Козловский, мы уже говорили, что в конечном итоге для вас будет лучше сотрудничать с нами. ЛПИ-Б. Знаю, знаю я вас, насквозь вижу. Я для вас осёл. Перед носом держите морковку, а сзади заносите хлыст. Я знаю вашу игру, играть в неё не буду. Доктор Ханса. Если вы понимаете, что за сотрудничество получите награду, а за отказ от него будут свои последствия, то почему бы не облегчить себе жизнь? ЛПИ-Б. Почему? Субъект приходит в крайнее возбуждение. Да идите нахуй, вот почему. Конец протокола. По свидетельствам уцелевших очевидцев, находившихся на тот момент в помещении для проведения допросов, после этой вспышки гнева господин Козловский высунул язык. Поначалу это сочли за проявление враждебности. Однако вслед за этим господин Козловский снял обувь и носки без помощи рук. Руки были связаны за спиной. Зажал язык между пальцами левой ноги и выдернул его изо рта. Через несколько секунд брюшная полость господина Козловского взорвалась изнутри. Взрыв был похож на взрывную декомпрессию. Перегородка из укрепленного стекла, установленная в помещении, разрушилась. От осколков доктор Ханса погиб. Несколько младших научных сотрудников, наблюдавших за допросом, получили осколочное ранение. На месте взрыва и в останках господина Козловского были найдены конфетти. Деньги. Приветствую вас, мои маленькие друзья. Сейчас я расскажу вам очередную занимательную историю о нашем мясном цирке. Нам постоянно приходят письма с вопросами от наших юных фанатов. Но мы их все прочитываем и выбираем самые интересные, чтобы ответить на них в нашей передаче. Сегодня мы прочтем письмо маленького Филоса. Фон Га. Филоса Фон Га. Филоса Фон Фамилия Неразборчива. Из седьмого блока. Так вот, юный Филос пишет. Откуда у нас берутся деньги? Не, я конечно понимаю, что продажа творений это очень прибыльно. Но ведь вы просираете большую часть доходов из-за периодических перехватов изделий фондом. Тратите деньги на непрекращающиеся ремонтные работы в зале плоти, на дорогие компоненты, на восстановление столовой и смежных комнат, из-за постоянных драк и еще куча всего. Причем 15% расходов висит только на нашем вселюбимейшем, всепрекраснейшем и всемудрейшем шефе. Объясните, пожалуйста, почему мы все еще находимся на плаву? Дорогой Филос, это очень хороший вопрос. Видишь ли, мы, как и все великие творцы, зарабатываем не на штучных произведениях. Да, я говорю о халтурках или левых заработках. Производство творений это очень долгий и затратный процесс, для которого требуется много времени, денег, сил и чудиков. Так что мы предоставляем огромный спектр смежных услуг для тех, кто может предложить достойную цену. Вы богатый тиран, желающий захватить страну третьего мира, но у вас маленькая армия плохо обученных макак. Не проблема, за скромную плату мы превратим ее во всеразрушающую орду четырехруких гориллубиц на ядерной тяге. Вы богатый гедонист-гурман, недовольный малой вместимостью своего брюха. Не вопрос, мы вживим вам пару дополнительных желудков, сердец и ног. Укрепим конструкцию, немного пошаманим со вкусовыми рецепторами и вуаля. Вы можете переводить еду 24 на 7, получая при этом райское наслаждение от каждого кусочка. И это не предел. Мы готовы угодить любому вашему капризу любой степени извращенности. Для нас нет слова «нельзя», для нас нет слова «невозможно», все что угодно за ваши деньги. Ну и, конечно, существенный процент прибыли приходится на донорство органов. Ведь при нашем бизнесе всегда остаются лишние детали. На одной только крови мы зарабатываем около миллиарда. Меня всегда поражало, что донорские фонды не удивляют, что мы привозим им кровь целыми цистернами, а органы – вагонами. Ваше здоровье? Ваше здоровье! Дешевле, чем у всех? Дешевле, чем у всех! Получите, распишитесь. Ну и такого рода благотворительность дает нам разного рода поблажки и прикрытия во многих странах. Но это уже другая история. Так вот, дорогой Филос, надеюсь, я ответил на твой вопрос. А теперь спокойной ночи, ребята. Увидимся через неделю. Работа средней степени паршивости. Я ненавижу свою работу. Неделя не успела начаться, а я уже завален отчетами и жалобами. Иногда мне кажется, что я единственный здравомыслящий служащий в этой богом забытой конторе. Благо, платят тут неплохо. Достаточно, чтобы терпеть все причуды шефа. Так, сверимся, как его зовут на этой неделе? Фрэнк Маккой. Забавно, что-то знакомое. Ну да ладно. Хотя никак не могу понять, почему его так клинят на том, чтобы имя было именно на F. Хорошо, на этот раз имя можно выговорить. Но позапрошлой неделе его звали Филиандр де Лантуасье. Вдумайтесь, Филиандр де Лантуасье. Откуда он их только берет? Звучит как говно. Хотя все все равно называют его фантамасом. Хотя я слышал, что когда он услышал это прозвище, этот псих самолично отрезал одному доктору из отдела мутаторов 6 конечностей из 9. Но надо однать ему должное. Пусть он инфантильный ублюдок с полной пастью бритвенно-острых черных зубов, он отличный экономист и психолог. Ведь пресыщенные всеми видами извращенных удовольствий богатею скупают произведения мясного цирка, как горячие пирожки. Каждое произведение уникально. И так и говорит, купи меня, докажи, что ты особенный. Ведь уродцы всегда привлекали толпу. Кстати, насчет уродцев. Вчера привезли очередного чудика, пойманную девчонку, способную игнорировать законы физики и ходить по стенам и потолку, словно по полу. Конечно же, за нее вцепились как отдел технорей, так и мутаторов. Хорошо, что оккультники тогда были заняты новым произведением. Так вот, эти придурки устроили драку в столовой. Причем драка, это слабо сказано, там было мать его побоище. Никогда не стоит недооценивать ни живучесть, ни подлость биомашин смерти мутаторов. Нерасчетливой эффективности стальных щупалец технорей. Шесть тяжелораненых, два трупа, разрушено несколько смежных со столовой комнат. Одиннадцатый, воспользовавшись переполохом, сбежал, и мы теперь выбиваемся из графика. Вообще не понимаю, каким образом эти кучи психопатов с диаметрально разными представлениями о людях могут уживаться под одной крышей. Да еще иногда и творить вместе. Мутаторы, биоинженеры, которые хотят продвинуть природу и человека на новый виток эволюции своими силами. Технори, они же интеграторы или технофашисты, которые рассматривают тело как еще один ресурс, точнее корпус, который можно улучшить, нашпиговав его электроникой, оружием и кучей всего ненужного, но смертельного. И оккультисты нечто среднее между средневековым культом смерти и труппой художников-авангардистов, которые плевали как на науку, так и на законы жизни и смерти. Еще так называемый фонд постоянно сует свой нос в наши дела и охотится на уже выпущенные произведения. Чудиков, или как их тут называют сырье, и наших служащих. Благо они слишком узколобы и параноидальны, чтобы понять весь потенциал этих тварей. Возьмем, например, чревовещателя или батарейку. По отдельности они полезны и представляют малую угрозу, но если их соединить, получится нечто в 6 раз более веселое. Ведь разъемы на спине электрика не зря совпадают с расположением жал у гусеницы. Все они образуют передвижной генератор невидимости, преломляющий не только свет, но и электросигналы на расстоянии двух сотен метров. Представьте себе эту мощь. Это мощь богов, новых богов. Нас. Как там было? Собери их всех. Я ненавижу свою работу, но тут неплохо платят, очень неплохо. Продолжение следует...